Подойдя к дальнему углу анастомоза сквозным непрерывным швом, начинаем переход на переднюю губу анастомоза в шов Шмидена, скорняжный шов. Для этого применяем правило трех уколов. Первый вкол иглы делаем под углом 45 градусов относительно линии шва задней губы анастомоза в оба отрезка кишки, как при предыдущих стежках. Второй вкол иглы делаем под углом 45 градусов относительно предыдущего вкола, то есть точно в вершину дальнего угла. Последовательность прокалывания слоев кишки, как при предыдущих стежках. Третий вкол иглы делаем под углом 45 градусов относительно предыдущего вкола и в оба отрезка кишки со стороны слизистой оболочки. Это и есть шов Шмидена, который накладывается на переднюю губу анастомоза. Далее ассистент поворачивает на жомах петли кишки так, чтобы сблизить передние губы анастомоза, а оператор продолжает соединять эти губы с корняжным швом. Таким образом, при наложении шва Шмидена вкол иглы производим относительно кишечных слоев обеих петель в следующей последовательности. Слизистая-сирозная, слизистая-сирозная. Соединив переднюю губу анастомоза данным швом, подходим к ближнему углу анастомоза и завязываем последний фиксирующий узел с оставшейся концом нити от первого узла. Концы нити срезаем.